Всем привет, друзья! Мы снова возвращаемся в футбольный клуб Гамбит. Ну что, ребят, 35 туров позади, пока наш клуб располагается на первом месте. Посмотрите, какая группа преследователей. Колчестер 55, Рочделл. Слушайте, ну... Действительно, где-то до 9-го места. Хотя, может быть, даже... Ну... Плотность какая-то нереальная. У нас, конечно, очень здорово всё идёт в плане побед. У нас не так много ничеек, если сравнивать, например, результаты Колчестера, Рочделла. Потому что поражение, например, у нас почти у всех по 8 у лидирующей группы первой семёрки. Вот, не считая, опять же, повторюсь, Колчестера. У нас в этом выпуске будет 5 матчей. Да. Сейчас давайте посмотрим. Ну, мы доиграем, получается, март. И даже зацепим немного апрель. Ну, а тут уже финишная прямая. Как раз получается, друзья, 6 матчей. Там посмотрим, на каком месте будем располагаться. И, ребят, по сути, по выпуска. И мы уже завершаем первый сезон за наш клуб. Посмотрим, ещё раз повторюсь, как у нас закончится. Я очень надеюсь, что мы выйдем напрямую. У нас на очереди Уолсал. Находится на 5-м месте эта команда. Мы играем на выезде. Будем играть, ребят, боевым составом. Да, будем играть мы боевым. Посмотрите, Глент, да, какой классный у нас 16-летний парень. Прыжки, 85. Выносливая сила. Ну, прям такой мощный футболист. Ну что, давайте переходить к матчу. У них расстановка 4-2-3-1. Ну, классика, я бы сказал, для нынешнего футбола. А у нас 4-3-2-1. Хумфри, Маккевен, Оливер, которые в старте. Кук, Роджерс, Акуэн, Ассоров, все те же на манеже. Не будем никуда спешить. Обычно мы спешим, и потом у нас проблемы. Оливера Маккевен. Судья сигнализирует. Наружение правила. Это была игра рукой. Кук. Акуэн. Акуэн. Ох, здорово. Отлично. Де Соуза. И сразу же на Оливера. А что это за передача? И удар мощный. А что за передача-то была? Роджерс потерял мяч. Что там была за передача? Почему они у нас не проходят нормально? Ладно, это уже показывает нам Луком. Ну, давайте Роджерс сделает подачу. Хотя он еще раз будет подавать Акуэн. Подача на ближнюю. На опережение Баркер пытался сыграть. Может быть опасно. Уилкинсан. Передача. Ух, было на грани. Акуэн. И заброс на Ассора. Нет, пошла. Передача отличная. Ой-ой-ой, вратарь шикарен. Ну и хочу отметить Акуэна. Такую передачу на Оливера Макэвана потрясающую просто сделал. Мячу подойдет на этот раз Алжирец. Подача штрафной восьмого номера. Баркер выиграл борьбу. Вот в этом эпизоде можно было даже попытаться и забить. Ой-ой-ой-ой-ой, какой удар. И Баркер просто выбивает мяч. Кернан. Форд. Ну тут на подстраховке Роджерс. Блэйкет, не надо Блэйкету выходить. Пытаются они нас растаскать. Пытаются что-то придумать. Но сейчас Блэйкету нужно выходить и... И даф. Все-таки даф. Вступать по-настоящему в игру. Вот это был моментище у наших соперников. И они скипают, кстати, этот момент сами. Подача на ближнюю. Ух, какая пушка страшнейшая. И даф. Снова выручает. Еще один овес дав. Нам повезло. Я думал, что дав сыграет. Тут, на самом деле, даже не знаю, если бы мы пропустили. Десоуза. Десоуза. Передача. Хорошая передача. Ой, здорово на дальнюю штангу. И великолепно. Хумфри подставил свою голову. Кстати, Хумфри я вообще не видел в этом матче. Вообще. Ну, хоть с офсайда забили. Хоть какое-то движение. Подача в штрафную. Роджерс вернулся. На подборе. И удар в ближнем. Ассора у нас смещается на фланг. Подача в штрафную. Мяч в сетке. Мяч в сетке. И на самом деле все к этому шло. Действительно. Давайте посмотрим. Заслуженный гол. Без шансов. 1-0. Окуен. Нахью это. Ой, здорово. Ой, здорово. Добить Ассорро. Обалдеть. Это лучший эпизод. Связанный с голкипером. На данный момент. Если сейчас штанги не было. Нет. Это великолепно. Это блестяще. Этот парень на самом деле заслуживает, чтобы остаться сухарем. Но мы будем против. Конечно, мы будем биться до последнего. Подача. В штрафную. Вот это момент. Я даже не знаю претензии, какие предъявлять, кому. Ну что, ребят. 1-0. Все-таки мы не забили. Хотя были близки. И действительно голкипер затащил. Такой эпизод сделал. Ну и да. Тоже великолепно отыграл в этом матче. Действительно голкиперы были хороши. Наш парень, конечно, почаще выручал. Но Роуз. Красавица. Наверное, он даже сейчас получил десятку. Мне любопытно. Давайте посмотрим. Да. Так оно и есть. Очередной тур, друзья. Играем на выезде. Свидон таун. 17 место. Команда занимает. У нас небольшие есть перестановочки. Светлана, в основном, защита из голкипера. Так. Я вот думаю, может быть, Глент. Нет, Глент все-таки такой, знаете. Его нужно выпускать во втором тайме. А сколько у него игра на втором этаже? 59. Нам нужно реабилитироваться. Прошлый матч мы проиграли. Предыдущий. Еще один матч. Предыдущий. Нет, предыдущий мы проиграли. А до этого мы еще сыграли в ничью. То есть у нас... Два матча без побед. Так, что это было? Два матча без побед. Маки... О, Блэкет. Красавец Блэкет. Кстати, Блэкет очень рад, что мы вернули его в команду. Он пусть не переживает. Мы вообще-то просто ему давали отдохнуть. И пошел заброс на Ассору. Ну, ты так, знаете, Авось повезет. Ну, нет. Грамотно сыграл защитник. Халявного. Гола не будет. И снова Блэкет. Паркер. И вот на Ассора можно потрясающую передачу Ассора. Сразу же стремляется Ассора. Я вижу Хумфри. Хумфри. 1-0. Десятая минута. Хумфри. Мэтью Хумфри. Ну, я считаю, что все сделал, наверное, все-таки Ассора. Мог тут и пробить, но... Мог тут и пробить, но... МакЭвен. Хорош МакЭвен. Ассора. Передача на МакЭвена. Асс... Ой, Ассору... 0-2. Это великолепие просто. Оливер МакЭвен. Что ты сотворил? В двадцатой минуте. 0-2. И давайте посмотрим. Здесь здорово. Или Оливер МакЭвен. И на пустые. С 11 метров Ассора точен. Очередной гол шведа. Потрясающий трансфер. Как всегда, развернулся. И ждет партнеров по команде. Вот это здорово. Это здорово было. Я думал, что будет бить. Я уже встал на пути меча. И дача на... Акуена была. Эх. Пока Идрис вне игры. Так сказать. Это может быть опасно. И не забивает. Мы сейчас так отскочили. Большой привет Хэнкоку. Акуен. Хорошая передача. Ассора. Ассору. Хэ-3 к Ассору. Они не забили. А мы делаем счет. 3-0. Ассору хоронит все надежды. Хоть на какую-нибудь борьбу наших соперников. Потрясающее исполнение. 3-0. В первом тайме. Сразу же забросик. Вот здесь Ассору. Ассору. Потрясающая передача. Хумфри. Спрятался там немного. Оливер Маккевен. И Хумфри пробил в ближний. Не в дальний. Потому что там игрок уже перекрывал. И пошла передача. Потрясающая на Ассору. Ассору. А твою же налево. Молодец, голокипер. Такие вот, конечно, ближние. Но это потому что, знаете, уже по классике жанра. В 21-й бы влетел. Это я, конечно, перемудрил. Ладно, подача у нас будет от углового. Акуен. Навес. Баркер. И все-таки забивает Баркер. 0-4. И Дрис. Акуен отдает голевой. И Баркер. Бежит праздновать этот гол. Именно Солжирца. Подача потрясающая. Там, ну, без шансов. Колотил мяч в сетку. Напомню. С другого углового. С другой стороны. Все-таки футболистом выбил мяч с ленточки. И здесь, кстати, достал. Может быть, опасно. Уильямс. Нам повезло. Высший ворот, ребят. Или там достал Клейтон? А ну-ка. Достал кончиками пальцев. Вот это спасение, друзья. Вот я даже не знаю, какой лучший сейф в прошлом матче, когда наш соперник дважды выручил. Либо вот этот. Вот этот прям потрясающее спасение. Так, у нас выходит. У нас выходит Хьюит. У нас выходит Глен. Ну и давайте, наверное, выпустим. Полы. Давненько он не играл. Ой, какой момент. Какой момент. И будет угловой. Будет угловой. И это шанс. Это шанс. Чтобы забить пятый Акуэн. Подача в штрафную. Блэйкет. Нет, с мячом Роджерс. Все, друзья. 0-4. Уверенная победа. Разгром. И... У нас очередной матч. 38-й тур по счету. Играем мы с футбольным голубым тронами Роверс. Команда располагается на 13-м месте. Мне интересно. Сколько не забивают, сколько не пропускают. Ну-ка. Интересно, ребята. 43-43. Отлично. 14 побед. У них разница 0. Ну, по крайней мере, не отрицательная, как у многих. Оксатра Сити. Хорошая разница. 14. Ну, про нашу я не говорю. Кстати. Друзья. Любопытный момент. Наша команда, лидеры чемпионата, пропустили 43 мяча. И сейчас мы играем с командой с 13-й строчки, которые тоже пропустили 43 мяча. Любопытен еще один момент. Например, команда с 21-го места, Брэдфор Сити, пропустила 48. Ну, вы чувствуете разницу? И ужас нашей обороны. То есть, наша оборона примерно как команда с 20-ки. Нижняя 20-ки. Примерно. Асоро. Асоро. Все дело верно. Вот передача Талжирца нас подвела. Ладно, возвращаемся в защиту. Окуен. И сразу же передача на Асоро. Игроки сигнализируют, что было нарушение правил. Ой, как здорово. Но. Судья здесь только один. И уж точно он не в составе наших соперников. Поэтому нужно играть до конца. Асоро великолепно убежал. Великолепно разобрался. Со всей защитой. И счет в матче 1-0. Потрясающее. Исполнение шведа. Великолепный трансфер. И сразу передача. Ой, здорово. Оливер. Оливер. Подача на дальнюю. Ну что ты, Оливер МакКеван. Ребята, у меня аж голос пропал. Да как же ж так, а? Хотел сначала и обвести вратаря. Потом думаю, вдруг не хватит ловкости нашему футболисту. Да ему не хватило всего. Не только ловкости. Ох, как хорошо сейчас нас могут. Блэйкит достает. Блэйкит. Спокойно. А вот сейчас Оливер здорово сыграл. Оливер. Окуен. Здорово. Хорошая может быть контратака Хумфри. Хумфри. И удар Окуена мощный в ближние. Или это был МакКеван? Нет, это был Окуен. Бил именно Алжирец. Тампер завершен. 1-0. Магуайр. Может быть опасно? Вот это удар. А вот это удар. И наш Дав даже не смог среагировать. Потому что атака была молниеносная. Первый опасный момент во втором тайме. И снова Окуен. И снова тащит мяч Алжирец из последних сил. Отправляет по флангу. По Кеван. Прострел. Хумфри. Но кто зацепится? И судья, кстати, не останавливает игру. Ну как? Судья, тут нет просто таких моментов. Нет остановок. Я не могу проделать никаких замен. А они нам нужны. Все, друзья. 1-0. Минимальная сложная победа. Гамбита. Ребята, у нас сейчас был отсчет скаутов. И из многочисленных футболистов я оставил только одного. 17-летний шотландец Арнольд. Посмотрите. Может играть опорником. Может играть центрального защитника. У него 5 звезд уже на слабой ноге. И мы сразу же добавляем его в наш состав. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Скорость. Слушайте, уровень защиты, уровень атаки великолепен. Чисто опорник, да? Без подготовка. На хорошем уровне у него и завершение. Нет, завершение так себе. Ну, 100-го атакующая позиция, силы удара. Все очень даже неплохо. Благодаря, наверное, из него пока сделать пулу защитника с отбора мяча. А у нас, ребят, следующий матч с Портвейлом. Команда находится на 23-м месте. Мы играем на выезде. И давайте-ка сделаем небольшие корректировочки в составе. Во-первых, Оливер МакКеван призван за сборную. Вот так вот, ребят. Гленн играет в основе. Что предлагаем? Давайте, наверное, Арнольда я выпущу в основе на этот матч вместо Роджерса. Да, опорникова, конечно. Ну, давайте в опорную зону. Хотя нет, подождите. Наверное, сделаем по-другому. Лучше начнем, а там потом выпустим Арнольда. Дальше. Дальше можно выпустить нам, конечно, Клейтоном. Вместо Ги у нас выйдет Хэнкок. Так, Эван выходит на левую бровку. Все готово к матчу. Форт Вейл принимает Гамбит. У Гамбита сейчас перестановочки. Это связано с отъездом за сборную Оливера МакКевана. Одного из братьев МакКевана. Гленн играет в основе. И пошла передача. Хороший момент. Вот это да. Клейтон уже на третьей минуте вступает в игру по-настоящему. Команда, напомню, ребят, с 23-го места. Подача. В штрафную. Еще один момент. По-хозяйски начинают наши соперники. Еще подача. Кук. И Хэнкок. Сзади по ногам. Это жестко. Это красная карточка. Пятому номеру на пятой минуте. Все успевает делать. Болистый порт Вейла. Пока гол не забили, слава богу. Опасные моменты. Красная карточка. Замены. И это только пять минут. Ой, какая опасная передача. И здесь ошибка могла быть. От Клейтона. И контратака. А Глена пошла. Передача. Глен. Выход. 1-1. И реализуем, так сказать, большинство. 33-й номер. Это Глен. 12-ая минута. 1-0. Роджерс. Глен. Ой, как Глент развернулся. Как Глент развернулся. Но вратарь. Молодец. Сохранил концентрацию. Никуда не выбегал. И Глент сразу бил на автомате. И в дальний угол. Он даже не смотрел, где находится голокипер. И угловой. Подача. Акуена. Глент. Я прям вижу, как он выбегает. Канкок. Пумфри. Мяч все-таки остается. Все-таки остается мяч у нашей команды. Ассоро. Удар в ближний. А я думал, заблокируют, ребят. Я думал, заблокируют. Поэтому бил в ближний, а не в дальний угол. Ассоро снова на убойной позиции. А если бил бы в дальний, то, скорее всего, был бы гол. И у нас снова угловой. Акуен. Подача. Удары. И ноль-два. Капитанище Баркер. Снова забивает со второго этажа. И снова. Голевая передача от Алжирца Акуена. Потрясающая подача. И великолепное завершение. Какой гол уже? Третий, четвертый. Надо будет потом посмотреть. В конце сезона все глянем. Ух ты, какой удар. Умудрился пробить все-таки футболист. Но Клейтон, Клейтон не дремлет. Ты, соуза. Совсем один. Совсем один Акуен. Глен. Акуен. Снова Глен. И Акуен дальний выстрел. В ближний угол. Снова вратарь. Глен. Ух, какой удар у Глена получается. Мощно. В ближний. И снова угловой. И снова Акуен. Подача в штрафную. Еще одна подача на дальнюю штангу. Малком Глен. И Акуен. Голевая передача. Малком Глен. Ребята, вот такие нападающие нужны. Нужны. Мощные. Еще и с голевым чутьем. 3-0. В этой FIFA, ребят, подачи с угловых и, в принципе, с ланга заходят на ура. Поэтому нужно держать у себя хороших футболистов, которые умеют великолепно играть на втором этаже. Мне нужно прокачивать удар головой и прыжки. Роджерс. Набирая скорость Роджерс. Глен. Акуен. Акуен. Хотела дать передачу, друзья. Хотела дать передачу на Хумфри. Но смотрю, что-то, когда Хумфри немножко притормозил, пришлось бить. Так, знаете, я боюсь повезет. Не повезло. Пошли замены. У нас очень много моментов. И снова Акуен. И снова подача. Роджерс дотягивается. Кук. Пушка страшная. Глен. Еще в ближней мощи. Нас снова. Это Эван. Глен. Здорово. Арнольд. Арнольд. Передача на Глена. Сразу в ближний. Ну, великолепное же спасение. А Глен погоден за хитриком. Три минуты добавляет судья. Ариент. Все-таки забивает. Все-таки Ариент забивает. В меньшинстве. Молодцы. Отдать им должное. Я уже, на самом деле, ждал финальный свисток. Три-ноль не будет. Будет. Три-один. У нас была уйма моментов. Мы должны были забивать, наверное, пять. Но, по итогу, лучший игрок матча Глен. Два забитых мяча. Акэн. Две голевые передачи. Роджерс. Голевая передача. Паркер еще отличился. Ну, и все, собственно. А давайте-ка взглянем на статистику. Любопытно. Ну, как я и говорил, пять мячи должны были забивать. Но Портвейл тоже. На парочку, на три мяча даже наиграл, судя по всему. Друзья, у нас сейчас ежемесячный отчет о молодежном составе. Давайте посмотрим. Найт. Правый защитник. Ну, ребят, скорее всего, это будет наш основной правый защитник, судя по потенциалу. Дальше. Армстронг. Ну, Армстронг уже потихоньку начинает сдавать позиции. Но посмотрим. Ему только 15 лет, пока не буду списывать его со счетов. Дальше. Пиар. Слушайте, ну, Льюис, молодец. 83-89. Мощный такой центр-форвард. Цапник. Конечно, мы будем его подписывать. Ну, и... Просто ждали, когда исполнится этому парню. 16 лет. Не знаю, ребят, как вы. Я этого ждал. Когда ему исполнится 16. И мы будем его сейчас подписывать. 16-летний Лео Ховард. Переходит в нашу основную команду. Все готово к матчу. Кроули Таун Гамбит. Хорошая погода. Немножко стадиончик. Точнее, не стадиончик, друзья. Немножко газон подизносился. И матч начинается. Газончик немного подизносился у нашей команды. Ой-ой-ой. Это может быть опасно. Удар. И дав. Вот это да. Вот это прыжок. Снова молодой футболист. Появляется. Футбольного клуба Гамбит. Он появился. 16-летний Ховард Ассоро. Ассоро. Не забивает Ассоро. Как же молниеносно вышел Галгипер. И будет угловой. Обидно. Немного подача в штрафную. Кумфри. Футболистов. В синей форме. Акуен. Хорошая передача. Удар в дальний сразу. Ой-ой-ой. Оливер МакЭван. 1-0. Вот это да. Что? Что? У этой команды есть, знаете, такой. Не знаю. Механизм. Он. Она может. 30 минут просто тупить в центре поля. Ужасно играть в обороне. А потом буквально в двух передачах. Вот так вот. Завершает этот потрясающий момент Оливер МакЭван. Посмотрите, ребят. Посмотрите на атаку. Все футболисты там. А в центре никого. Кому бы отдать передачу. Исоуза сразу же Акуен. В дальний угол. Опрашивается удар. Ой, какая пушка страшнейшая. И дав на месте. Давайте-ка сделаем замены. Давайте выпустим Ховарда. Нет, давайте выпустим Хьюитта. Ховард. Хотя... Сделаем, наверное... Вот так. Все, друзья. 1-0. Минимальная победа. Мы все-таки побеждаем. И у нас два сухарика. Ребят, ну что? Боликлуб Гамбит потихоньку начинает укреплять свое преимущество. И оно уже достигает 12 очков. Это очень, ребят. Солидный. Посмотрите на взгляд главного тренера нашей команды. Здесь все понятно. Лучше бомбардиров. Сирс. За белым. 21 мяч. А у нас... А у нас никого нет, да? Здесь, судя по всему. Ну да. И одного футболиста. Зато среди футболистов, которые раздают голевые передачи... Идри Закоева. 17 голевых передач. Ребят, давайте на такой шикарной ноте завершать выпуск. Всем спасибо за просмотр. Всем, ребят, огромное спасибо за поддержку. Я очень рассчитываю на нее. И в дальнейшем с вас лайкос. С меня контент. С вами был Гамбит. Всем удачи. Всем до скорого. И всем пока-пока. С вами был Гамбит.